МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в выпуске. Бумага или пластик? Только спустя полтора месяца мы смогли вернуть деньги. Как в чужой стране избежать риска остаться без денег? Технический подрыв. Включил телевизор, щёлк, и пошёл дым и запах такой. Почему у нескольких тюменцев сгорела почти вся бытовая техника? Эта ночь не для сна. В нашем музее будет организован мастер-класс по чеканке монет. Что ещё музеи готовы показать тюменцам в полночь? О заметных историях, интересных людях и профессиях. Точнее, в ближайшие полчаса. Я Александр Семенюта. Здравствуйте. Начнём с главного. Владимир Якушев встретился с президентом страны и рассказал о состоянии дел в регионе. Также глава области попросил одобрить его решение о досрочном участии в губернаторских выборах. Они состоятся в сентябре этого года. По мнению Владимира Якушева, такой шаг позволит получить объективную оценку населения за 8 лет работы. Владимир Путин идею поддержал и отметил, что Тюменская область может служить примером для соседей по многим направлениям деятельности. Как в социальной сфере, так и в развитии реального сектора экономики. По мнению президента, исполнять обязанности губернатора до выборов должен Владимир Якушев. К другим темам. До лета остались считанные дни. Это самая горячая пора для сибирских турагентств. Тюменцы в активном поиске комфортного и недорогого отдыха за границей. Самые популярные направления традиционно Турция и Египет Таиланд. Следом значатся Греция, Испания, Италия, Кипр и Черногория. Впрочем, из-за последних разногласий между Россией и странами Евросоюза эксперты не исключают снижение спроса на путевки в эти страны. Международный туристический рынок иногда слишком чувствителен к геополитическим и экономическим изменениям в мире. Так, весенние колебания курса доллара и евро уже привели к удорожанию некоторых туров минимум на 20%. А если путевки уже на руках, стоит задуматься над тем, в каком виде брать с собой деньги. Наличными или на карту положить. Иногда нерешенный вопрос может испортить весь отдых. Подробности материали Дарьи Власовой. До долгожданного отпуска Яне осталось три недели. Но ожидания омрачают переживания. В прошлой поездке все было не так гладко. Обычно мы в отпуск, когда ездили, брали в основном все на кредитных карточках. У нас были все деньги. Но, судя по последнему опыту, мы ездили в Индию. У нас случилась неприятная ситуация, когда у нас в отеле заморозили депозит. И, собственно говоря, только спустя полтора месяца мы смогли вернуть деньги. В этот раз Яна полетит в Таиланд и с собой возьмет только наличные. Говорит, так надежнее. Однако это не совсем верно. Во многих странах при аренде автомобиля или заселении в отель требуют оставить депозит от 100 долларов. Так организация страхуется от недобросовестных туристов. При оплате наличными деньги возвращают сразу по выселению из отеля или возврату автомобиля. А при безналичной оплате деньги замораживают. В течение от 14 до 40 дней, в зависимости от банка, эти деньги не будут возвращены. Но, когда вы выезжаете из отеля, либо возвращаете автомобиль, вы можете попросить сотрудника вручную разблокировать эту сумму. Также в путешествии с банковской карты не надо декларировать сумму, которую вы возите из страны, и деньги всегда с вами. К тому же многие отели и магазины при безналичных расчетах предлагают бонусы, скидки на будущие покупки. А если вдруг деньги неожиданно закончились, можно открыть кредитный лимит. Но есть и минусы. Например, при снятии денег в банкомате возьмут комиссию от 1 до 5%. Курс может вырасти за время поездки, а значит и все покупки и экскурсии станут для вас дороже. Или вообще карту могут украсть, и вы останетесь без денег. В банках очень активно используется страхование от несанкционированного использования карточкой или от прямого мошенничества. Такая страховка стоит порядка 60 рублей, но в случае мошенничества банк карту все-таки заблокирует, пока не проведет расследование. Подытожим, собираясь на отдых за границу, лучше брать с собой и наличную, и банковскую карточку. Причем лучше, если карт будет две, так рисков остаться без денег в чужой стране гораздо меньше. И пусть финансовые неприятности не омрачат ваш отпуск. Дарья Власова, Дмитрий Кондратенко, СИВИнформбюро. Далее информация для тех, кто за рулем. На каких дорогах Тюмени водители рискуют попасть в пробки, подскажет наш теленавигатор. Итак, на Харьковской продолжаются работы по устранению провала. Поэтому напряженная ситуация на улицах 50 лет Октября, Энергетиков и Одесской. Также заторы неизбежны на Маяке и в микрорайоне Южный. Ямочный ремонт там ведется сразу на пяти улицах. Амурской, Пархоменко, Карла Маркса, Ленинградской и Демьяна Бедного. Постарайтесь объезжать и улицу Лагунова. Большую ее часть занимает дорожная техника. А вот в Заречном микрорайоне трудности могут возникнуть на газовиков. Перекрестки с Алибашевской и Заречным проездом на время станут нерегулируемыми. Так что будьте внимательны и зеленых вам светофоров. О заторах, связанных с крупными ремонтными работами в городе, узнаем из обзора событий. Мои коллеги, коротко о важном. В Тюмени возобновилось строительство развязки на Мельникайте. На пересечении с улицы Ставропольская демонтируют временные плиты. Их должно заменить капитальное дорожное покрытие. Из-за участия в работах тяжелой техники в районе путепровода временно ограничено движение общественного и личного транспорта. Полностью закрыт правоповоротный съезд с Мельникайте на Широтную. Проезд от торгового центра «Кристалл», что на Менделеево, осуществляется через мост по временной схеме. Она будет действовать вплоть до 1 июня. На всех 67 пунктах проведения ЕГЭ в Тюменской области в этом году будет организовано видеонаблюдение. За техническое оснащение школ отвечает Ростелеком. В каждой аудитории компания установит по две камеры. В случае апелляции записи помогут принять справедливое решение. Ребенок будет по-прежнему обращаться в государственную комиссию со спариванием результата либо хода процедуры по тем или иным обстоятельствам. Только как раз таки у комиссии появляется дополнительный шанс, возможность, ресурс более тщательно исследовать саму ситуацию, на которую пеняет или апеллирует ребенок участник экзамена. В прошлом году результатами экзаменов были недовольны более 400 выпускников. Тюменская область вновь в лидерах рейтинга регионов по эффективности работы исполнительной власти. По итогам прошлого года она заняла второе место, опередив Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономная круга. В первой строчке рейтинга значится Татарстан. Методику оценки в правительстве России утвердили еще в 2012 году. Все показатели связаны с характеристикой социально-экономической ситуации в регионе. В их числе продолжительность жизни людей, их реальные доходы, уровень безработицы, инвестиции, профилактика социального сиротства и оценка населением работы органов власти. Полтергейст существует. Именно так подумали жители одного из тюменских подъездов. Ранним утром они были удивлены поведением своей бытовой техники. Телевизор поплыл, лампочки перегорели одна за другой, а холодильник начал прыгать. Александр Гришаков встретился с учевицами происшествия. Включила телевизор в щелк и пошел дым и запах такой, знаете. И мне показалось, что будто из него что-то выливается. Это просто такой густой дым. Вот, потом думаю, пойду в ванной там кое-что поделаю. Включила и все так по очереди, лампочки четыре, там от потолка-то подвесной, и все сгорели. Таинственные события в квартире Галины Федоровны начали происходить в 7 часов утра. Вместе с телевизором перестал включаться радиоприемник. Странно вела себя и другая техника. Его просто трясло, холодильник, по-настоящему. Неведомая сила вывела из строя бытовую технику в половине квартир одного из подъездов. Пострадали холодильники, телевизоры, кофеварки. Жители начали искать виновных, кто возместит понесенный ущерб. Насколько я поняла, нужно написать претензии в управляющую компанию, они уже будут решать. Или они просто так мне покроют мой ущерб за счет каких-то, не знаю, каких фондов. Или откажут, и тогда я буду обращаться в суд. А суд уже направят на экспертизу. Но вот до тех пор я буду жить без холодильника. Управляющая компания претензии жильцов уже ждет, пока выяснили причину аварии. Отгорел нулевой провод, и вместо 220 вольт в розетке пошли 380. У нас, к сожалению, по законодательству всегда, везде, во всем виновата управляющая компания. Хотя, как бы, жители должны тоже сами понимать, что их дом, 65-го года постройки, ни разу не проводился капитальный ремонт в доме. Сети и сечение сетей, как бы, не позволяют использовать даже элементарно электрические чайники, большой энергетической емкости, приборы. Сейчас электричество восстановили. Но заменить устаревшие провода в счет платы за текущий ремонт не получится. На счету дома средств нет. Впрочем, компромисс все же нашли. Договорились, что специалисты составят дополнительную смету. А жильцы начнут собирать деньги на замену сетей, чтобы таинственные события не повторились. Александр Гришаков, Дмитрий Кондратенко, Сибон, Форумбюро. Заметили бы неисправность раньше, ЧП бы точно не случилось. От грехов в работе, конечно, не застрахован никто, но в некоторых сферах, например, в строительстве, их последствия могут быть весьма трагичными. В тюменской семье Шемель главной защитой от ошибок считают опыт. Общий трудовой стаж этой династии 165 лет. О тех, чьими руками Тюмень создавалась, расскажет Анастасия Лизаревич. Здесь был большой пристрой от виноводочного завода. Двухэтажный был пристрой на северном пределе. Мы это все обследовали, снесли. Демонтировали виноводочные склады, по старым фотографиям восстановили колокольню и за три года вернули Тюмени Ильинскую церковь. Памятник архитектуры 19 века. Который в 80 лет был неудел. Светлана Шемель уже 26 лет реставрирует храмы Тюмени. 8 лет назад к ней присоединилась дочь Евгения. Сразу после окончания вуза. И следом за дедом, бабушкой, тетей, отцом и братьями. Ведь в строительстве вся семья Шемель. Это все началось с моего папы, скорее всего. Он заинтересовал... Ну, он пошел в строительный техникум в Омске. Потом с мамой познакомился. А это вот все тоже вы делали? Ну, все, что сделано здесь, руками, значит, моими, женой, детей, внуки помогали. Дом в 70 квадратов – его рук дело. Это он, Виктор Шемель, стал первопроходцем в династии строителей. Ветеран и ударник коммунистического труда, свою собственную фазенду в деревне Подъем построил 20 лет назад. Но с начала до этого – Пышминскую птицефабрику, Шороховский свинокомплекс и Рощинский кролиководческий комплекс. Одним словом, полрегиона. Я не сразу начальником-то был. Вот завод живый, я там бетончиком месяца два поработал, наверное. А когда завод строительные детальные конструкции в Омске, туда я как разнорабочий. За целый клан строителей надо сказать спасибо Тамаре Шемель. Она успевала и детей рожать, и Тюмень строить. Так появились дворец нефтяников, геологов, Тобольский нефтехим, завод ДСК и ЖБИ-3. Говорит, стройка у Шемель в крови. Общий стаж считали 165 лет. Дочка меньшая, значит, 33 года уже проработала. Я сама 30 лет проработала. Муж у меня проработал 44 с половиной. Дипломы каждому. Семья Шемель участвовала в региональном этапе Всероссийского конкурса лучших династий. Однако их обошли Бехелиповые из Тобольска. Но железнодорожники строителям не конкуренты. Анастасия Лизаревич, Роман Чинахов, Сибинформбюро. Несмотря на сложную экономическую обстановку в стране и мире, Тюменская область сможет реализовать все социальные программы, построить новые дороги и мосты и даже поддержать инвесторов. Денег на это хватит. Наполнение и исполнение бюджета у областных депутатов сомнений не вызывает. Если говорить про доходную часть бюджета, то мы должны принимать все те меры, направленные на то, на что областная власть может повлиять. Это, конечно, и местные налоги и сборы. Это, конечно, активизация инвестиционной деятельности. Конечно, это, в том числе, призыв к предпринимателям, чтобы они активнее все-таки обеляли заработные платы и платили налоги. По информации регионального правительства, доходы за первый квартал превысили 32 миллиарда рублей. Это около 30% к годовому плану. Расходы составили чуть более 20 миллиардов. Кстати, поучаствовать в обсуждении того, как и на что лучше тратить общие деньги, может любой тюменец. 14 мая, к примеру, в 18 часов во Дворце искусств «Пионер» начнутся публичные слушания по исполнению городского бюджета в 2013 году. Героев следующего сюжета там не будет. Живут в другом районе области. Хотя поделиться своим опытом сведения дебита с кредитом могли бы. Всего за несколько лет в Лесновском психоневрологическом интернате подсобное хозяйство из экспериментальной площадки превратилось в доходное предприятие. Выгода двойная. Во-первых, закрома столовой всегда полны. Во-вторых, здоровье пациентов стало заметно улучшаться. О хитростях трудотерапии Анастасия Косымова. Все шаловато, непривычное. Ходить за скотиной Марина Ладукай научилась здесь, в подсобном хозяйстве Лесновского психоневрологического интерната. Уход за животными – это часть реабилитации людей с психическими заболеваниями. Так называемая трудотерапия. Дуем корову, работаем, снимаем, работаем, тену даем, руки даем. Как в любом хозяйстве, забот много. Больше сотни свиней, почти 40 коров и целят. За свой труд особые работники получают зарплату. Все официально трудоустроены. Лесновский – один из немногих интернатов, где инвалиды имеют возможность работать и зарабатывать. Кроме фермы, есть еще и земля. Как только установится погода, лесновские начнут возделывать огород. В прошлый год мы засаживали 0,5 гектара под овощи. Собрали 3 тонны овощей. Полторы тонны моркови собрали и полторы тонны свеклы собрали. Получается, все, что выращивают для своего же стола. В прошлом году хозяйство одной только молочки поставило на 900 тысяч. Для учреждения, которое кормит почти 600 человек, это существенное подспорье. В целом где-то 8-10% от стоимости питания мы экономим. Но свое – это мясо, молоко и овощи. Овощная культура баклажан, сорт называется «Черный принц». Я вот за все свои годы, за 30 лет впервые решил вырастить эту овощную культуру. Если бы не проблемы со здоровьем, говорит Олег, стал бы агрономом. Он уже много лет живет в интернате. К счастью, здесь у него есть возможность заниматься любимым делом. Нынче рассада взошла дружно. Пора готовить почву в теплицах. Их пока четыре. Но директор интерната Нина Баева планирует расширять тепличное хозяйство. Не только ради урожая свежих овощей, сколько для того, чтобы обеспечить своих особых подопечных работой. Ведь именно благодаря занятости в интернате удалось решить проблемы алкоголизации и побегов. Анастасия Космова, Алексей Красных, Сибинформбюро. Лучшая санитарка Тюменской области работает в Лесновском психоневрологическом диспансере. Это Юргинский район. Алифтина Райкова победила в одной из номинаций профессионального конкурса социальных работников. Она ухаживает за инвалидами, которые по состоянию здоровья не могут сами себя обслуживать. Надо главное, чтобы они между собой не разодрались. Остановить все это, чтобы чистые все время были. Вовремя накормить, вовремя спать уложить. В столовую одеваем их три раза в день. Надо каждого обуть, одеть, пуговки застегнуть, шнурки завязать. Это все как маленькому ребенку. Уборка в интернате тоже забота санитаров. Непростому труду Левтина Викторовна посвятила больше 30 лет жизни. О том, чтобы население области хорошо выглядело, заботятся специалисты разного профиля. В том числе и сотрудники центра доктора Гаврилова. Тема стройности сейчас актуальна как никогда. Теплые дни уже пришли в регион. До пляжного сезона осталось совсем ничего. Как к нему можно подготовить свое тело, чтобы влезть в любимое платье или шорты и не умереть от голода? Нам расскажет клиентка центра доктора Гаврилова Лилия Нелюбина. Здравствуйте, Лилия. Здравствуйте. Давайте начнем с самого важного вопроса. Чего уже удалось добиться благодаря центру? Добиться удалось многого уже за два месяца. Минус 15 килограмм. То есть вы занимаетесь всего два месяца по методике и уже минус 15 килограмм. Сложно ли было? Скажите. Поначалу было сложно, потому что все равно непривычно это все. Непривычно порции именно? Ну да, вот пятиразовое, как бы раньше не удавалось такое, а сейчас нормально уже. Сейчас уже привыкли, да? Хорошо, а вот для вас лишний вес, он был до этого проблемой психологической или физической больше? Больше психологической, наверное. Что комплексы, закомплексованность, зажатость вся. Ну физическая, конечно, тоже присутствовала, но больше психологическая, конечно. Ну вот а почему решили обратиться к специалистам? Пробовали ли диеты сами, может быть, какие-то? Диеты пробовала год назад самостоятельно, худела тоже летом. Ну все, обратно вернулось. Помогу, конечно, сначала, но потом все вернулось снова. Ну а вот здесь, вот вы говорите, что диеты пробовали, не помогало, обращались к специалистам. Здесь не было скептического настроя, ведь тоже вроде бы методика какая-то. Много я сомневалась, конечно, что им не говорили, что там, зачем, смысл какой, нет смысла. Не знаю, я решила, в один момент и пошла, обратилась. Ну вот что помогло остаться, удержаться и достичь результата все-таки в центре? Наверное, цель какая-то есть, видимо. Сейчас вот когда у вас уже есть какой-то результат, достаточно хороший, за два месяца 15 килограммов, специалисты сейчас поддерживают, помогают? Да, конечно. Как это происходит? Ну, встречи происходят у нас раз в месяц. Приходим, разговариваем, ходим на процедуры. Угу, то есть продолжаете? Поддерживающие, да. Скажите, Лиля, тогда потеряв ненужный вес, что приобрели? Как жизнь поменялась у вас? Ну, уверенности больше стало, меньше комплексов, опять же. Ну, не знаю, как, легко стало как-то. Больше стало гулять, по магазинам ходить. Муж стал больше внимания уделять. Как бы дети тоже очень рады за маму. Цели какие-то появились новые? Ну, цель пока еще не достигнута совсем, буду стараться, да. А, пока главная цель еще потерять? Пока еще впереди. Будем еще стремиться к этому, к лучшему результату. К спорту, может быть, вернулись к какому-то, нет? Ну, да, спортом занимаюсь. Как бы с утра зарядка, вечером. Ну, больше прогулок, конечно, стало. Спасибо, Лилия, вам за пример. Я вам желаю удачи и новых результатов. До свидания. До свидания. Для желающих присоединиться к клубу стройных, напоминаем, телефон центра доктора Гаврилова в Тюмени 612-008. Как раз сейчас в центре проходят Дни открытых дверей. Выражение «праздник каждый день» не должно быть просто словами. Владимир Якушев призвал членов Президиума правительства обратить внимание на разнообразие культурной жизни тюменцев. Мы с вами прекрасно знаем, то, что касается праздников, это да. То, что касается, может быть, выходных, и то не всех, это тоже да. Но то, что касается повседневных дней, то такие вопросы на сегодняшний день возникают. Чтобы наши вложения, они соответствовали той эффективной, скажем так, эффективному использованию всей базы, которую мы сегодня имеем в муниципалитетах. Сейчас в области работают более тысячи учреждений культуры, включая сеть библиотек. Большая часть отвечает всем нормам безопасности и технического оснащения. Проверить, насколько культурные деятели внимательно отнеслись к словам губернатора, можно будет уже 17 мая. В Тюмени в девятый раз пройдет Ночь музеев. Для горожан приготовлено несколько сюрпризов. Так, на шедевры изобразительного искусства можно будет не только издалека посмотреть, а еще и прикоснуться к некоторым. Ну а кому классика не по нраву, сможет продемонстрировать свое понимание живописи. Надежда Благинина прошлась по культурным местам областной столицы и узнала несколько секретов в предстоящей ночи. Очень интересный экспонат в этой коллекции парохода Снова. Это наш Тюменский пароход. Первый наш Тюменский пароход, который был спущен на воду. Те, кто еще не видел коллекцию омских ювелиров, смогут восполнить пробел. Посетив Тюменский областной музей изобразительных искусств ночью, здесь же 17 мая после 6 часов вечера горожанин своими глазами увидят, как специалисты восстанавливают шедевры русской живописи. Впервые в эту музейную ночь мы предлагаем увидеть воочию работу наших реставраторов. Вот как они это делают. Реставрируют картины, иконы. То есть посетитель может это посмотреть сам. А еще тюменцы попробуют сами изготовить произведение искусства. Смастерить традиционную японскую коглу или написать акварелью-абстракцию. Вспомнить советское прошлое представители старшего поколения смогут в музее «Городская дума». На выставке я рожден в Советском Союзе. Также на мастер-классе за 50 рублей вас научат завязывать пионерский галстук и покажут, как правильно сделать пилотку из газеты. В этот день в музее откроются новые выставки «Лучи каменного солнца» и «Водные артерии», посвященные 150-летию первого тюменского водопровода. Здесь же будет работать настоящая лаборатория чистой воды и единственная в мире передвижная выставка «Картины с песка». Но это еще не все сюрпризы. Впервые в нашем музее будет организован мастер-класс по чеканке монет. Кроме того, на территории музея будет организована работа мобильного планетария. Попасть в атмосферу прошлого тюменцы и гости города смогут в музее «Усадьбе Колокольниковых» на выставке «Самоцветы». Расскажут о значении различных камней от аметиста до изумруда и составят ваш личный астрологический портрет. Кроме этого, впервые на территории музея будет организован кинотеатр под открытым небом. Мы будем показывать черно-белое кино в режиме нон-стоп. Это будет Чарли Чаплин, это будет Фаина Раневская. И, конечно, если «Белая майская ночь» позволит нам это. В этом году организаторы ожидают около 20 тысяч посетителей. Все музеи предоставляют шанс посетить многие выставки совершенно бесплатно, а некоторые с большой скидкой. Надежда Благинина, Александр Изосимов, Евгений Доценко, Сибинфорумбюро. На этом у меня все. Берегите друг друга и только хороших вам новостей. До свидания. Продолжение следует...